Эфир телеканала РБК продолжает региональные новости. Меня зовут Маргарита Гафарова. Добрый день. Туристам, чьи путевки аннулировали из-за пандемии коронавируса, вернут деньги из фонда персональной ответственности туроператоров. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. По данным Баштурсоюза, с начала года туроператоры Башкортостана продали около 20% от годового объема путевок. Сумма продаж исчисляется миллиардами рублей. На возмещение убытков, связанных с аннулированием путевок из-за коронавируса, правительство страны выделило туроператорам 3,5 миллиарда рублей. Еще миллиард 600 миллионов собрано в фонде персональной ответственности. Однако, как считают эксперты отрасли, на всех компенсаций не хватит. На отмененные туры требуется как минимум 37 миллиардов рублей. Надо четко понимать, что ФПО по законодательству должен формироваться в течение минимум 7 лет. Формируется он сейчас в течение трех лет всего-навсего. Поэтому суммы, которые там, так сказать, на сегодняшний день сформированы, безусловно, не отражают весь объем, так сказать, того реализованного продукта, который по итогу должен быть. Сегодня существуют и другие варианты подхода к этой теме приносы туров. Это депонирование средств. Для получения средств на выплаты турфирмы должны подать заявку в объединение туроператоров в сфере выездного туризма до 15 апреля. 222 многодетные семьи в Уфе получат бесплатные продуктовые наборы. Поддержку жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период пандемии, организуют в рамках проекта «Время добра». Он стартовал в республике по инициативе столичной мэрии совместно с Общественным фондом развития города. Акцию поддержали бизнес-сообщество и более 300 волонтеров. Помощь в первую очередь направлена на многодетные семьи, в которых воспитывается 5 и более детей. Добровольцы доставляют продуктовые наборы по адресам во все районы Уфы. Стоимость каждого пакета с продуктами питания составляет 1155 рублей. В них включено самое необходимое – подсолнечное масло, макаронные и кондитерские изделия, крупы, тушенка, сахар, мука, сгущенное молоко. Мы благодарны всем, кто уже поддерживает этот проект, это меценаты нашего города. И надеемся, что добрых людей станет еще больше. Большое вам спасибо. Время добра продолжается. Ольга Панчихина отметила, что время добра – это долгосрочный проект. К акции могут присоединиться предприниматели и волонтеры. Следующим этапом станет помощь малоимущим и людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в период пандемии. Башкирские аграрии присоединились к всероссийской акции Федерального отраслевого ведомства в соцсетях. В нем участвуют работники, которые сейчас, несмотря на режим самоизоляции, заняты посевной и трудятся на фермах 7 дней в неделю. Аграрии размещают фотографии и короткие видео с полей, ремонтных мастерских, ферм, теплиц с хэштегом «Мы для вас без выходных». Первыми к челленджу присоединились жители Ольшеевского района. Однако, даже несмотря на усиленный режим работы, на селе не хватает рук. Как сообщает пресс-служба Республиканского Минсельхоза, в регионе открыто свыше 2000 вакансий. На весенние полевые работы дополнительно требуется 708 специалистов и почти 1500 рабочих профессий. Наибольшая потребность отмечается в Чешминском, Аургазинском, Дуванском, Кармаскалинском и Мечетлинском районах. На этом у меня все. К этому часу оставайтесь на РБК. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»